Я стихи лучше вам прочитаю, это моя сила. Может Бродского, может другого. Ну что, в общем, начнём, наверное, с Бродского. А там посмотрим, что будет. Может что-то весёлое. В институт надо было поступать. Да как-то не сложилось. Жизнь-то она разная. Про одиночество скорее. Когда теряют равновесие, твоё сознание устало. Тогда ступеньки этой лестницы уходят из-под ног. Как палуба, когда плюёт на человечество твое ночное одиночество, ты можешь размышлять о вечности и сомневаться в непрочности. И сомневаться в непрочности, идей, гипотез, восприятия, произведений искусства и, кстати, самого значатия Мадонны, Сына Иисуса. Но лучше поклоняться данности с глубокими её могилами, которые потом за давностью покажутся такими милами. Да, лучше поклоняться дальности с короткими её дорогами, которые потом до странности покажутся тебе широкими, покажутся большими, пыльными, усеянными компромиссами, покажутся большими крыльями, покажутся большими птицами. Да лучше поклоняться данности с убогими ее мерилами, которые потом до крайности послужат для тебя перилами, хотя и не особо чистыми, удерживающими в рановесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице. Стихи о любви. Пожалуй, немного о любви, друзья. Немного о любви для пищеваривания. Я вас любил, любовь еще возможна, что просто боль сверлит мои мозги. Все разлеталось к черту на куски, я застрелиться пробовал, но сложно, с оружием. И далее виски, в которые вдарить. Портила не дрожь, но задумчивость. Черт, все не по-людски. Я вас любил так сильно, безнадежно, как дай вам Бог другими, но не даст. Он, будучи на многое гораст, не сотворит по пармениду дважды. Сей жар в крови ширококосный хруст, чтоб пломбы в пасте плавились от жажды. Коснуться бюст, зачеркивая, пуст. Немного Бродского, быть может. Вместе они любили. Вместе они любили сидеть на склоне холма. Оттуда видны им были церковь, сады, тюрьма. Оттуда они видали заросший травой водоем. Сбросив в песок сандали, сидели они вдвоем. Руками, обняв колени, смотрели они в облака. Внизу у кино калеки ждали грузовика. Мерцала на склоне банка возле кустов кирпича. Над розовым шпилем банка. Ворона велась, как велась крича. Машины ехали в центре, к бане по трем мостам. Колокол звякал в церкви. Электрик венчался там. А здесь на хаме было тихо. Ветер их освежал. Кругом ни свистка, ни крика. Только комар жужжал. Трава была там примята, где сидели они всегда. Повсюду черные пятна оставила их еда. Коровы всегда это место вытирали своим языком. Всем это было известно, но они не знали о том. Окурки, спичка и вилка прикрыты были песком. Чернела вдали бутылка, отброшенная носком. Заслышав едва мычанья, они спускались к кустам. И расходились в молчании, как и сидели там. Отличное на самом деле стихотворение. Стихотворение Родского. Давайте еще немного. С вами. Предпоследний этаж. Раньше чувствую тьму, Чем окрестный пейзаж. Я тебя обниму. И закутаю плащ, потому что в окне Дождь, заведомый плач. По тебе и по мне. Нам пора уходить, рассекает стекло. Серебристая нить навсегда истекло. Наше время давно, переменим режим. Дальше жить суждено по берегу. По бригетам чужих. Ты забыла деревню, затерянную в болотах, Залесенной губернии, Где чучел на огородах, Отродясь не держат ни те там злаки. И дорогой тоже все гати да буераки. И дорогой тоже все гати да буераки. Баба Настя поди померла. И пестерок жив едва ли. А как жив, то пьяный сидит в подвале, Либо кладет из спидки нашей кровати что-то. Говорят калифу, не то ворота. А зимой там колют дрова и сидят на репе. И звезда моргает от дыма в морозном небе. И нестится в окне невеста, А праздник пыли, да пустое место, где мы были. Немножко почитаю, немножко почитаю И продолжаю почитать Есенина. Умел бы я читать, прочел бы вам тоже что-то из своего. Конечно, мы будем с вами сейчас читать стихи про любовь. Не судите строго и несудимы будете. Ваша, собственно, дорога. Есенин. Ну, по стандарту. Вы помните. Вы все, конечно, помните. Как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате, И что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, Что вас измучила моя шайная жизнь, Что вам пора за дело приниматься, А мой удел катится дальше вниз. Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сом нищеб людском Я был, как лошадь, загнанная в мыле, Пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, В развороченном бурей бытия, С того и мучаясь, что не пойму, Куда несет нас рок событий. Лицом к лицу, лица не увидать, Большое видится на расстоянии. Когда кипит морская гладь, Корабль в плачевном состоянии. Земля, корабль, но кто-то вдруг За новой жизнью, новой славой, В прямую гущу бурь и вьюг Ее направил величаво. Но кто ж из нас на палубе большой Не падал, не блевал и не ругался, Их мало с опытной душой. Кто крепким в качке оставался, Тогда и я, под дикий шум, Но зрело знающий работу, Спустился в корабельный трюм, Чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, И я склонился над стаканом, Чтоб не страдая ни о ком, Себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, я мучил вас, У вас была тоска в глазах усталых, Что я пред вами на показ Себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, что в сплошном дыму, В развороченном буре и быте С того и мучаюсь, что не пойму, Куда несет нас рок событий. Теперь года прошли, Я в возрасте ином, И чувствую и мыслю по-иному, И говорю за праздничным вином Хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств, Я вспомнил вашу грустную усталость, И вот теперь я сообщить вам чусь, Каков я был и что со мной осталось. Любимая, сказать приятно мне, Я избежал падения скручи, Теперь с советской стороне Я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда, Не мучил бы я вас, как это было раньше, За знамя вольности и светлого труда, Готов идти хоть до ла-манша. Простите мне, я знаю, вы не та, Живете вы серьезным умным мужем, Что не нужна вам наша маята, И сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда, Под кущей обновленной сене, С приветствием вас с помощью всегда. Знакомый ваш Сергей Есеньев. Немножко второго стихотворения, Немного другого, возможно, больше любви, Возможно, больше проски, Но это все отречение. Как умеет любить хулиган. Итак. Заметался пожар голубой, Позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь, как запущенный сад, Был на женщин из зелия падки. Разонравилось пить и плясать, И терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, Видеть глаз златокарий умот. И чтоб прошлое, не любя, Ты уйти не смогла к другому. Поступ нежный, легкий стан, Если б знала ты сердцем упорным, Как умеет любить хулиган, Как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки, И стихи бы писать забросил, Только б тонко касаться руки, И волос твоих цветом восемь. Я б навеки пошел за тобой, Хоть свои, хоть чужие дали. В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. Итак, следующее стихотворение будет у нас Тоже Есенина. Я помню, любимая, помню, Сияние твоих волос. Нерадостно и нелегко мне Покинуть тебя привелось. Я помню осенние ночи, Березовый шорох теней, Пусть дни тогда были короче, Луна нам светила длинней. Я помню, ты мне говорила, Пройдут голубые года, И ты позабудешь, мой милый, С другой у меня навсегда. Сегодня цветущая липа Напомнила чувствам опять, Как нежно тогда я сыпал Цветы на кудрявую прядь. И сердце остыть не готовясь, И грустно другое любя, Как будто любимую повесть С другой вспоминает тебя. Шаганэ ты моя, шаганэ, Потому что я с севера, что ли, Я готов рассказать тебе поле Про волнистую рожь при луне, Шаганэ ты моя, шаганэ, Потому что я с севера, что ли, Что луна там огромней в сто раз, Как бы не был красивший раз, Он не лучше рязанских раздолий. Потому что я с севера, что ли, Я готов рассказать тебе поле, Эти волосы взял я у ржи. Если хочешь, на палец вяжи, Я нисколько не чувствую боли, Я готов рассказать тебе поле Про волнистую рожь при луне, По кудрям ты моим догадайся, Дорогая, шути, улыбайся, Не буди только память во мне, Про волнистую рожь при луне, Шаганэ ты моя, шаганэ, Там на севере девушка тоже, На тебя она страшно похожа, Шаганэ, может, думает обо мне, Шаганэ ты моя, шаганэ. Мне грустно на тебя смотреть, Какая боль, какая жалость, Знать только ивовая медь Нам в сентябре с тобой осталась, Чужие губы разнесли, Твое тепло трепет тела, Как будто дождик моросит, С души немного омертвыленный, Ну что ж, я не боюсь его, Иная радость мне открылась, Ведь не осталось ничего, Как только желтый тлен и сырость. Ведь и себя я не сберег, Для тихой жизни, для улыбок, Так мало пройдена дорога, Так много сделанных ошибок. Смешная жизнь, смешной разлад, Так было и так будет после, Как ладущий усеянный сад. В берез и злоданные кости, Вот так же, под цветом и мы, И отшумим, как гости сада, Ой, нет цветов среди зимы, Так и грустить о них не надо. Не бродить, не мять в кустах багряных Лебеды и не искать следа, Соснопом волос твоих овсяных Отоснилась ты мне навсегда. Салым соком ягоды на коже Нежная, красивая была, На закат ты розовый похожа, И как снег лучистая светла. Зерна глаз твоих осыпались, Завяли, имя тонкое растаяло, Как звук, но остался в сладкой, Смятой шале. Запах меда от невинных рук, В тихий час, когда заря на крыше, Как котенок моет лапкой рот, Говор кроткий, о тебе я слышу, Водяных поющих с ветром сот. Пусть порой мне шепчет синий вечер, Что была ты, песня и мечта. Все ж, кто выдумал, Твой гибкий стан и плечи К светлой тане, Тайне приложил уста. Не бродить, не мять в кустах багряных Лебеды и не искать следа, Соснопом волос твоих овсяных. Отоснилась ты мне навсегда. Зеленая прическа, девичья грудь, Девическая грудь, А тонкая березка, Что загляделась в пруд, Что шепчет тебе ветер, О чем звенит песок, Или хочется в косы ветви, Ты лунный гребешок. Открой, открой мне тайну Твоих древесных дум, Я полюбил печальный Твой предосенний шум. И мне в ответ березка, О любопытный друг, Сегодня ночью звездной. Здесь слезы лил пастух. Луна светила тени, Сияли зеленя, За голые колени он обнимал меня. И так вдохнувший глубоко, Глубко сказал под звон ветвей, «Прощай, моя голубка, До новых жил правлей». Вообще, я больше люблю, на самом деле, Фета, Но в силу своей безграмотности Я обязан напомнить себе Немного данного поэта. Так, стихи Фета читать. Ну, давайте прочтем немножко. На сон грядущий, так сказать, Время-то пять. На заре ты ее не буди, На заре она сладко так спит, Утро дышит у них на груди, Ярко пышет, на ямках ланит. И подушка ее горяча, И горяч утомительный сон, И чернеясь бегут на плеча, Госы ленты с обеих сторон. А вчера у окна в вечеру Долго-долго сидела она И следила по тучам и игру, Что скользя затевала луну. И чем ярче играла луна, И чем громче свистал соловей, Все бледней становилась она. Сердце билось больней и больней. От того-то юной груди На ланитах так утро горит. Не будишь ты ее, не буди, На заре она сладко так спит, Я пришел тебе с приветом, Рассказать, что солнце встало, Что оно горячим светом По листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, Весь проснулся веткой, Каждой, каждой птицей Встретелился, И весенний полон жаждой. Рассказать, что с той же страстью, Как вчера пришел я снова, Что душа все так же с счастью, И тебе, и тебе служить готова. Рассказать, что отовсюду На меня весельем веет, Что не знаю сам, что буду. Петь, но только песня зреет. Сияла ночь, Луной был полон сад, Лежали лучи у наших ног В гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, И струны в нем дрожали, Как из сердца у нас за песнею твоей. Ты пела до зари, В слезах изнемогая, Что ты одна, Любовь, что нет любви, Иной, и так хотелось жить, Чтоб звука не роняя тебя, Любить, обнять и плакать над тобою. И много лет прошло, Томительных и скучных, И вот в тиши ночной твой Голос слышу вновь, И веет, как тогда, Во вздохах этих звучных, Что ты одна, Вся жизнь, Что ты одна, Любовь, Что нет обид, Судьбы из сердца жгучей, Муки, А жизни нет, Конца и цели, Нет иной, Как только веровать в рыдающие звуки, Тебя любить, Обнять и плакать над тобой. Если полюбят друг друга двое, И счастье в обоих сердцах рождается, То светлые чувства всегда слагаются, И счастье становится больше вдвое, А если беда на дороге встретится, То легче вдвоем одолеть кручину, И ведь горе в любви по-иному мерится, Оно на двоих непременно делится, А значит, и меньше наполовину. К сожалению, Мало кто это понимает, Кто ценит, Но Оно остается неизменным. Дорожите счастьем, Дорожите, Замечайте, Радуйтесь, Берите, Радуги, Рассветы, Звезды, Глаз, Это все для вас, Для вас, Для вас, Для вас. Услыхали трепетное слово, Радуйтесь, Не требуйте второго, Не гоните время ни к чему, Радуйтесь вот этому, Ему. Сколько песни суждено продлиться, Все ли в мире может повториться? Лист в ручье, Снегирин от кручевяз, Разве будет это тысячу раз? На бульваре освещает вечер тополи, Пылающие свечи, Радуйтесь, Не портите ничем, Ни надежды, Ни любви, Ни встречи, Лупит гром Из поднебесной пушки, Дождик, Дождик, На лужицах веснушки, На лужицах веснушки, Крутит, Пляшет, Бьет по мостовой, Крупный дождь в орех величиной. Если это чудо пропустить, Как тогда уж и на свете жить? Все, что мимо сердца пролетело, Ни за что потом не возвратить. Хворь и ссоры временно оставьте, Вы их все, Вы их все для старости оставьте. Постарайтесь, чтобы хоть сейчас Эта прелесть миновал в вас. Пусть ворочут скептики до смерти, Вы им, желчным скептикам, не верьте. Радость не дома, не в путь, Радость не дома, не в пути. Злым глазам хоть лопнуть не найти. А для очень-очень добрых глаз Нет ни скли, ни склок, Нет ни склок, ни зависти, ни муки. Радость к вам сама протянет руки, Если сердце светлое у вас. Красоту увидеть в некрасивом, Разглядеть в ручьях разливы рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, Тот и впрямь счастливый человек. И поют дороги и мосты, Краски леса, ветра событий, Звезды, птицы, реки и цветы. Дорожите счастьем, дорожите. Что такое счастье? Что же такое счастье? Одни говорят, это страсти, Карты вино, увлечения, Все острые ощущения. Другие верят, что счастье В окладе большом и власти, В глазах секретарш плененных И трепети подчиненных. Третьи считают, что счастье Это большое участие, забота, тепло, Внимание и общность переживания. По мнению четвертых, Это смелой сидеть до рассвета, Однажды в любви признаться И больше не расставаться. Еще есть такое мнение, Что счастье это горение, Поиск, мечта, работа, Дерзкие крылья взлета. А счастье, по-моему, просто Бывает разного роста, От кочки и до казбека, В зависимости от человека. Двери общежития, сумрак, поздний час, Она спешит, летит по коридору, Способная сейчас и пол, и штору Поджечь огнем своих счастливых глаз. В груди ее уже не сердце бьется, А тысяча хрустальных бубенцов. Бежит девчонка, глупо, Раздается, веселый стук Задорных каблучков. Хитро нахмурясь в комнату вошла, Кто здесь не спит, Начальственно спросила, И вдруг, расхлохотавшись, Подскочила подруге, Что читала, устала, Затормошила в чертики глазах. Ты все зубришь, Ты все сидишь одна, А за окошком посмотри, Весна, и может, счастье Где-то в двух шагах. Смешная? Скажешь. Ладно, принимаю. На все согласна, И не в этом суть, Влюбленных все. Все забавными считают, И даже глуповатыми чуть-чуть, Но я сейчас на это не в обиде. Не зря есть фраза, Горе от ума. Так дайте же, Побыть мне в глупом виде. Вот встретишь счастье, И поймешь сама. Шучу, конечно. Впрочем, нет, послушай, Ты знаешь, что сказал он мне сейчас. Ты говорит мне, Смотришь прямо в душу. И в ней светло-светло От этих глаз. Смеется над любой моей тревогой Во всем такой уверенный чудак. Меня зовет кувшинкой, Не дотрогай. И волосы мои пушит, Вот так слегка смутилась, Щеки пламенели. И в радости заметить не смогла, Что подруги пальцы побреднели. Да более стиснув краешек стола. Глаза подруги ледяное пламя Спросило непослушными группами Чужим. И дальний голос прозвучал, А он тебя в тайму не приглашал, Не говорил. На ловим карасей, Костер зажжем под старую сосною, И будем в мире только мы с тобой, Да сказочный незримый бериндей. А он просил подругам Нигу-гулу. А посмелее быть не убеждал, И если так, Я, кажется, могу помочь тебе Предсказать. Финал. Умолвка села, Глянула в тревоге, Смешинок нет, Восторг перегорел, А пламя щек Кувшинки не дотроги, Все пуще, Белый, Залива, Заливает мел. В другом весна, До самых звезд весна, В зеленых волнах Кружится планета, И ей сейчас неведомо, Что где-то две девушки, Не зажигая света, Подавленно застыли у окна. Неведомо, Но синекрылый ветер Трубит сквозь ночь Проверенную весть О том, Что счастье есть На белом свете, Пускай не в двух шагах, А все же есть, Поют ручьи, Блестят зорницы домен, Гудяб бегут По резцам поезда, Они кричат о том, Что мир огромен, И унывать не надо никогда, Что есть на свете Преданные люди, Что радость может Где-нибудь в пути, Что счастье будет, Непременно будет, Вы слышите, девчата, Счастье будет, И дай вам Бог Скорей его найти. Асадов, Аптека счастья, Сегодня Кибернетика повсюду, Вчерашняя фантастика пустяк, А в будущем Какое будет чудо, Конечно, Точно утверждать не буду, Но в будущем, Наверное, Будет так. Исчезли все болезни человека, А значит, И лекарства ни к чему, А для духовных радостей Ему открыт особый магазин, Аптека, Какая б не была у вас потребность, Он в тот же миг откликнуться готов, Скажите, Есть у вас сегодня нежность, Да с добавлением самых нежных слов, Самых теплых слов, А мне бы счастье, Бьющего ключом, Какого вам, На месяц, На года, Нет, Мне б хотелось, Счастье навсегда, Такого нет, Но через месяц ждем, А я для мужа верности прошу, Мужская верность, Это правда, Право, Сложно, Но ничего, Я думаю, Возможно, Не огорчайтесь, Я вам подыщу, А мне бы капель трепета в крови, Я северянин, Человек арктический, А мне флакон, Блаящей любви, И по флакону просто платонической, Мне против уже не взяли витамин, Пожалуйста, И вкусен и активен, А есть для женщин, Антиговорим, Есть, Но пока что малоэффективен,